Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 29 ноября, день Матфея, почитается память апостола и евангелиста Левия Матфея. Он один из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Ранее Матфей работал сборщиком подати. Христос встретил его, предложил последовать за ним. Впоследствии Матфей проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апосарас за проповедь. Традиционно Матфея считают автором Евангелия от Матфея, которое было написано на арамейском языке. В народе говорили, что на Матфея и зима потеет. И все потому, что в это время бывали сильные оттепели. Причем было замечено, чем сильнее была оттепель, тем более суровой и холодной будет зима. Часто на Матфея были сильные ветры. Из-за этого в народе его прозвали ветродуем. Тяжелую работу сегодня не выполняли. Несмотря на строгий пост, крестьяне все равно ходили друг к другу в гости. Женщины по вечерам собирались у кого-нибудь дома и занимались домашней работой. Шили, пряли, вязали, разговаривали, пели народные песни. Приметы. Если пошел снег на Парамона, скоро будут и метели. Сильный ветер сегодня, часто метелям и вьюгом. Если сегодня день холодный, зима будет суровой. Если же погода будет теплая и дождливая, зима будет теплой и мягкой. Сильно разбушевался ветер. Брось горсть сырой крупы в его направлении и он утихнет. Советам в этот день можно смело следовать. Нельзя разгуливать сегодня в одном носке, тапочке или чулке по дому. Может умереть кто-то из родителей. Если в этот день дуют буйные ветры, то быть вьюгом и метелем до самого Николы Зимнего. Это до 19 декабря. Вы видите кашку, пшеную кашку приготовили. Теперь мы делаем ее цельной. Для этого берем нашу хорошую пшеницу. Вот она проросшая пшеничка. Обязательно ее перемешали еще так, чтобы она прорастая, не сплеталась корешками. Все, положили кашку. И эту кашку теперь мы употребим. Да. Да. Так, 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 так. вот так и перемешиваем чтобы она равномерно распределилась зерна среди каши по желанию можно добавить соли сахар нежелательно мёд нежелательно и жвём тем самым и кашу сделали биологически полезной насытили её веществами которые сразу же усваиваются нашим организмом и начинают работать так что приятного аппетита 4 лунные сутки как всегда после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой это закон за волной следует отлив поэтому отдыхайте размышляйте и прежде чем что-то предпринять хорошенько заранее подумайте о последствиях вообще проведите эти сутки в одиночестве либо просто погуляйте на природе в парке очень хорошо сегодня петь потому что энергетически активна шея и голосовые связки причём петь надо возвышенно то что облагораживает и сближает с миром красоты и добра естественно в эти лунные сутки не следует творить злых дел чтобы они не возвратились к вам постарайтесь не застужать горло благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению доброго здоровьица и до новых встреч